Руководители пилотируемых программ крупнейших мировых космических агентств, космонавты, астронавты и даже тайконавты, в эти дни встретились в подмосковном городе Королёв на конференции по пилотируемой космонавтике. Символично, что в этом юбилейном году конференцию принимает город, названный в честь великого Сергея Павловича Королёва, отца российской мировой пилотируемой космонавтики. Ведь именно Сергей Павлович Королёв выбрал Юрия Алексеевича Гагарина. И именно благодаря работе Королёва, выдающегося конструктора ракетно-космической техники, его талантливых коллег, наша страна смогла воплотить мечту тех, кто живёт на Земле. Тема конференции общечеловеческая. Как и что делать землянам в космосе? На орбите в 300 километров, где сейчас летает МКС, человек уже обосновался прочно. Очевидно, что необходимо расширять границы обитания. Сейчас, обсуждая будущие программы, которые могут быть после МКС, за пределами низкой околоземной орбиты, становится всем очевидно, что эти программы могут быть только международными. Я думаю, если мы будем работать вместе, это будет намного выгоднее. Мы сможем достичь большего и потратить на это меньше времени. Отличный пример этому МКС. И если у нас есть интерес уйти с низкой орбиты дальше на Луну и ещё дальше на Марс, нам обязательно нужно улучшать уровень нашего сотрудничества. Сегодня здесь космос был вне политики. Современная космонавтика – это уже не всегда международное соревнование. Двигаться дальше в космические глубины одной стране не под силу. С этим согласен и первый китайский космонавт Ян Ли Вей. Сейчас он отвечает за пилотируемую программу Китая. После полёта Ян Ли Вея прошло 13 лет. И хотя эта страна осваивает ближний космос в одиночку,